ФСБ сдержал исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали 52-летним гражданином Беларуси. Якобы он взорвал. Ну, понимаете, сейчас уже срок подошел, чтобы отчитываться о задержании. Ну, представьте, неделя прошла с этого взрыва, а ни конца, ни хвоста, ничего. То есть ФСБшников дергают, ну что, где там взрывники? Ну, в результате вот вытащили первопопавшегося. Вполне допускают, что он и не причастен. Может быть, он причастен, я не знаю. То есть я не являюсь следователем по этому делу и точно не буду являться. Но представьте, они утверждают, что он установил взрывные устройства, и других у него не осталось. Взял их эти взрывные устройства из тайника. Кто-то им руководил в Рибалтике. Удивительная ситуация. Ничего, кроме слов этого человека, нет. То есть бери любого, пинай как футбольный мяч, он тебе все то же самое расскажет и подпишет. Вообще без вопросов. Поэтому он это взорвал, не он, я не знаю. Вообще не знаю. Но и то, что можно так сфабриковать и легко, у меня никаких сомнений не вызывает. То есть все доказательства, это слова этого человека и больше ничего. Также, значит, ранее заявляли там в спецслужбе ФСБ, что задержали в Калининградской области молодого человека, подозревали в организации диверсий в 15 российских регионах по заданию Киева за вознаграждение. Ну, то есть, видите, кого-то дернули в Калининградской области, помните, старая история, да? Он на себя уже берет 15, как минимум, эпизодов, этот человек. 15. Ну, то есть его еще помолотят немножко, он 30 возьмет или 45, это не важно, да? Как вот тот иркутский маньяк, который уже сколько сейчас там убил, там, сотен людей. То есть начиналось там с 10 человек или сколько, еще меньше, а потом отполучил пожизненно. И все, и начали все, все нераскрытые убийства на него стали вешать. Точно так и здесь. Сейчас вот тех, кого будут брать, да, на них будут вешать все, что хочешь. Вообще все вот те взрывы, там, поджоги, которые были произведены партизанами. На жителей Кузбасса возбудили дело об госизмене участия в террористической организации после переписки с чат-ботом «Хочу жить». 36-летний житель Кемерово Андрей К. оставил свои личные данные в чат-боте «Хочу жить». После чего получил бланк анкеты кандидата на вступление в «Легион. Свобода России». Затем он якобы отправил некому участнику «Легиона» заполненную анкету на вступление в «Легион» и письменное согласие на сотрудничество со спецслужбами Украины. Далее по версии ФСБ Андрей купил камуфляжную форму «Балаклаву», сим-карту и билеты до Беларуси. Мужчина задержали 8 сентября в аэропорту Кемерово. Да, ну, фьют участие в террористической организации. Надо быть полным придурком, чтобы это делать. Во-первых, нет никакого «Легиона свободной России». Никуда там никто никого не берет. А если кто-то вам предлагает туда вступить, то это ФСБшники стопроцентные. Бл***ь, безумие. Я вообще не понимаю, что за идиоты. Почему они попадаются на эту херню? Я говорю, многим объясняешь, они не сера, не вкуривают. Не хотят, и все. Вот они хотят этот, блядь, «Легион». И в этот «Легион» хотят поступить. Ну, иди поступай. Что вот этому жителю Кемерову не партизанинался в Кемерово? Он, блядь, пол Кемерового мог разнестись таким упорством, как он в тюрьму лез. «Росфинмониторинг» объявил Навального причастным к терроризму. Но Навальный, вот ладно, да, там против его фамилии «Звездочку» нарисовали, как против моей в списке экстремистов и террористов. Там, если есть «Звездочка», значит, это действующий террорист. Да, оно вот туда, у Леонида Волкова приписали. Леонид Волков так же, как у него, так же, как и у меня «Звездочка». Ну, это прям фу. Леонид Волков в эту компанию, я его не хочу. Он действительно не нравится. Леонид Волков в эту компанию.